Здарова, народ! Сегодня я покажу вам один из самых проверенных рецептов фрикаделек в сливочном соусе. Рецепт не мой, это рецепт из интернета. Однажды я его нашел по запросу «Самый вкусный рецепт фрикаделек в...» Не вру! «Самый вкусный рецепт фрикаделек в сливках». Я посмотрел там первые 10 выдач, короче, в гугле и такой «А, вот это выглядит правдоподобно». Сделал... Да, это было правдоподобно, поэтому да, это рецепт типа супер проверенный. У него есть плюс и минус. Минус, нам понадобится достаточно дофига всяких ингредиентов. Яйца с оливки, петрушка, укроп, перцы, горчица, сушеный чеснок, всякое такое. Но есть и плюс. Эти ингредиенты есть типа в каждом магазине вообще. Ну и громовки супер четкие будут по ссылке в описании. Вы знаете, друзья, нелегкий год выдался. Да и этот начался тоже так. Всякие коронавирусы, кризисы, вот это вот все. Иногда просто охота запереться уютненько дома с бокальчиком чего-нибудь. И вы знаете, просто побыть одному в тепле и уюте. Собственно, надпись на этом бокале показывает, как я решаю практически все свои проблемы. Ну а пижама у меня чудесная, которую я выбрал на сайте всемайки.ру. И тут у меня принт с Ван Горги. Это корги Ван Гога. Ну и штанишки здесь чудесные. Очень уютная штука, честно. Кстати, народ не за горами, 23 февраля. На все майки можно заказать подарок, я не знаю, служивому, тот, кто служил, дедушке, отцу, там, брату, сыну, неважно. Если не найдете то, что вам подойдет, скорее всего найдете, само собой. Вы можете сконструировать самостоятельно. То есть вашу картинку или вашу надпись, которую хотите, нанесут и доставят вам. Кстати, доставляют очень быстро. Ну а если ты парень, ты можешь показать, что и девушке, что есть такой прекрасный сайт всемайки.ру, где она может подобрать тебе нормальный подарок, а не носки и пену для бритья. Переходи по ссылочке в описании и обязательно используй мой промокод. Он есть и в описании, собственно, вот он. Используй промокод, он суммируется, суммируется со всеми скидками, которые уже есть на сайте. Народ, если нужны кому-то подарки, всемайки.ру, ссылка в описании. Итак, сначала берем фарш. Один килограмм фарша. Все, все громовочки на один, блин, килограмм обычного говядного фарша. Далее супер мелко крошим одну достаточно здоровенную луковицу. Супер мелко, потому что если во фрикадельках встречаются большие фрагменты чего-то, например, большие фрагменты бекона или лука какие-то, то фрикаделька будет разваливаться, когда вы будете ее жарить. То есть желательно меленько крошить прямо изначально. И вот так. Если же что-то вы не докрошили, например, остались вот такие вот штучки, то вот так вот пройдитесь, чтобы реально было меленько. Есть, правда, способ и попроще. Можно просто расфигачить лук в кашу в блендере. Будет не хуже. Я просто не хочу блендер пачкать, потому что он для этого, ни для чего кроме этого в этом рецепте не нужен. Но в принципе можно просто разблендерить в кашу лук, либо пропустить через мясорубку. Если готовый фарш, то нафига вам пачкать мясорубку луком? Правильно? Но если вы фарш пробиваете, прокручиваете через мясорубку, то прокрутите лук там же. Вот так вот супер мелко, прямо сразу сюда. И точно так же в труху крошим петрушку. Прям совсем-совсем в труху. Без супер крупных палок. Сначала кажется, что петрушки типа дофига, но потом ты ее вот так режешь, 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 и получается у тебя где-то 2 столовые ложечки. Ну то есть все четко по громовкам. Сразу добавляем в планетарник. Но если будет 3 столовые ложки, ничего страшного, ароматнее будет. У нас должно получиться примерно пол чайной ложки душистого перца. Это 6-7 перчинок. И примерно столько же по объему обычного перца. То есть это типа щепоточка. Само собой все свежемолотое. И у меня есть кисточка, поэтому я сметаю пол чайной ложки душистого и пол чайной ложки черного. А это, друзья мои, 4 столовые ложки панировочных сухарей. Нафига они нужны? Все достаточно просто. Без панировочных сухарей фрикадельки будут, как сказать, они будут расплываться. То есть они будут типа оседать и будут превращаться в блинчики, потому что все будет слишком жидкое. Панировочные сухари вытягивают излишнюю влагу и позволяют им при вымешивании как бы сохранить форму. Вы скажете, так суховато же будет, так соус же на сливках будет. Можно добавить сушеного чеснока чайную ложечку, либо просто обычного чесночка. Это не обязательно. Соли все любят по-разному. Я добавляю вот так вот чайную ложечку на килограмм фарша. В итоге там будет типа больше где-то кило-полтора будет всякого. 2-3 столовые ложки оливочного, либо просто масла, либо сливочного вообще пофиг. И одно яйцо. Оно будет все прихватывать. И весь наш килограмм фарша туда. Получается примерно вот такая история. Тут ключевой момент. И тема, которая нифига не всем понравится. Это мускатный орех. Пол чайной ложечки. Вот так. Можно свежемолотые вот эти вот орешины. Они у меня все в одном месте. Нравится далеко не всем, но это придает фрикаделькам какой-то вкус фрикаделек из Икеи или около того. И теперь наша задача, чтобы все было однородным, хорошенько это вымесить. И я забыл подключить электричество. Окей, сейчас. Так вот, наша задача хорошенько это вымесить минут эдак 7. Конечно, это все можно вымешивать и руками. Это не реклама, это типа не реклама планетарника, дело не в этом. А фишка в том, что если фрикадельки капец как хорошо вымешаны, то они такие типа супер однородные. Это же тема работает и с люля-кебабами, чтобы он не отваливался с шампуров. Ключевой момент это когда тесто, а точнее фарш становится вот с такими, как сказать, нитками. То есть, когда он вот так вот начинает тянуться. Понимаете о чем я? То есть, он не разваливается, а он вот так тянется. Это значит все норм, можно лепить фрикадели. А как лепить фрикаделиусы? Берем немного масла и вот так руки свои в масло, фигакс. И отчекрыживаем фрикаделину. Какого размера, вообще решайте сами. Но, как вы сделали одну фрикаделину, смотрите насколько она гладкая. Из-за того, что мы ее вымешали. То есть, это просто идеальный шарик. Вот так. Какого размера одну, грубо говоря, сделали, такого размера делайте и остальные. То есть, вымешали вторую. Великовато, отчекрыжили от нее кусок. Вымешали еще раз. О, идеально. И опять смочили руки маслом. И опять отчекрыжили. Чтобы они все были примерно одинаковые. Примерно вот такие, как первая. Но я слепил примерно вот так. И перфекционисты, наверное, скажут. Пошел ты нахер! Почему? Потому что... У меня одной не хватило. Блин, у меня одной не хватило. Ладно, знаете, что я сделаю? Я от здоровенной самой отлеплю. Это тоже самое здоровенное. Я от всех здоровенных отлеплю. Перемесю их для того, чтобы у меня получилась еще одна. Господи! Для того, чтобы перфекционисты мне дизлайк не поставили. Вот так я сделаю и слеплю. Так. О, все. Так, более-менее. Маленькая правда получилась. Ну ладно, окей. Теперь добавляем достаточно большое количество масла. Что-то у меня немного масла получилось. Ну ладно. Ну типа пару-тройку миллиметров. И просто обжаливаем наши фрикадели. Они не развалят. Просто выкладываем и обжариваем до легкой золотистости. Готовность нам на данном этапе вообще практически неинтересна. Блин, у меня пять штук не поместилось. Ладно, я на индукции обжарю сзади. Пару минут и можно начать их переворачивать. Тут задача, чтобы они прихватились. То есть у нас нет задачи, чтобы они прям приготовились все там, прожарились. Вот. Две минутки. С другой стороны две минутки. Остальное будет противне запекаться уже в духовочке. Оставшиеся я на индукции на семерочке из десяти обжариваю. Все не поместилось на одну сковородку. Как говорится, мое планирование пососало немного. Ну ладно. Проверяем, что с другой стороны они тоже зашибись. Каждую проверяем. Особенно если у вас индукция, что равномерно все. Вот они подзолотились как минимум с двух сторон. Все можно вырубать и заниматься соусом. Перекладываем фрикадели в противень. Вот. Без излишнего масла. Вот я из одной сковородки перевалил. Из индукционной. Из второй тоже. А задача, чтобы они достаточно плотненько друг к другу прилегали. Это важно. Но у меня вот этот самый близкий противень к количеству фрикадель, который у меня есть. К сожалению. Лучше бы поменьше, чтобы он был. Хотя, в принципе, и так более-менее покатит. Теперь соус. Я так говорю, соус. Это на самом деле нифига не соус, это просто заливка к фрикаделям. То есть просто сливочная заливка. Она супер простая. Прямо на той же сковородке обжариваем грамм 100 сливочного масла. Точнее не обжариваем, я так сказал. Обжариваем масло. Растапливаем, а на нем обжариваем муку. 4-5 столовых ложек. Раз, два, три. Это с горкой. То есть это будет 5 без горки. Типа того. То есть все уже поняли, это делается ради загущения. Что-то типа бешамельки или около того. Здесь главное не доводить ни в коем случае до черноты. То есть если сгорело, весь вкус блюда пойдет по известным органам. Короче, то есть тут карамельное стало, все обжарилось, прогрелось, все отлично. Теперь нам нужна горчица, сливки и бульон. Меня часто спрашивают, типа чувак, вот ты делаешь такие рецепты. Откуда у меня возьмется бульон? С любого озона, любой жидкий бульон. Либо просто кубики бульонные, растворенные в кипятке. Я беру жидкий по одной простой причине. Он мне кажется чуть-чуть более вкусным. И он растворяется в воде быстрее, типа того. То есть это просто столовая ложка концентрированного жидкого бульона. Ааа, горячо. Вот она растворилась, все, у тебя есть бульон. Муку нужно постоянно помешивать. Видите, она становится карамельной. Офигительно. Ставим маленький огонь. И заливаем туда бульон. Оу, как зашипело. Это нормально. Сейчас бы мне залить его туда, не обжегшись. Залили. Туда же добавляем столовую ложку с горкой горчицы. И туда же заливаем сливки. Соль, перец потом зафигачим. И постоянно помешиваем. Все граммовки, напоминаю, в описании должен получиться достаточно густой соус. Смотрите, как загущается. То есть такое количество муки загущает соус просто мгновенно. Но соль, перец по вкусу и разбавить можно сливками, водой или еще бульоном. Должна получиться такая полужидкая сметана. Смотрите. И теперь вся эта сливочно-горчичная история просто идет впротив. Ее достаточно много. Ее достаточно много. И она должна покрывать все фрикадельки. Но она густая. То есть она налипает на фрикадельки. И с ней можно будет подать. Вот так. Ну и ставим в духовку на 180, на 200, чтобы чутка подзолотилось. Потому что это мука, горчица и всякое такое. И фрикадельки доделаются, само собой. Вот так закрываем все. Вот так до золотистости на 200 всех этих кра... Что это такое? Что это такое? Откуда оно взялось вообще? Окей, заново. Вот так вот на 200 ставим. Чуть-чуть подзолотилось. Это типа 15 минут край. Фрикадельки все-таки полуготовые. И все. Получается вот такая вот история. Еще больше загустившаяся. Соус загустевает еще больше. Фрикадельки золотятся. Но при этом ничего не подгорает. Потому что изначально соус был достаточно жидким. Фрикадельки, само собой, полностью готовы. Показываю. Ну то есть, я думаю, всем понятно, что они сочные, готовы абсолютно. Хоть с пюре, хоть с рисом, хоть с макаронами. Это божественно. И попробуем. Я это уже пробовал, поэтому как-то закатывать глаза не буду. Это офигенно вкусные фрикадельки. Офигенно сочные. И если вы последуете граммовкам, то у вас будет идеальное количество вот этого вот соуса. Не слишком много, не слишком мало, не слишком жидко, не слишком густо на каждую фрикадельку. Понимаете? Баланс. Соли, перца, чеснока, петрушки, горчичного соуса и сливок. То есть, это типа идеальный баланс, который просто берешь, повторяешь и отвечаешь, что это вкусно. С вами славный дружбе Обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok